Разрешение драматического конфликта «Я-другой» Философской повести Михаила Пришвина «Кладовая солнца» Спасибо, Елена Александровна Я хотела бы немного упростить мое сегодняшнее общение с Бахтиным «Кладовая солнца» Пришвина И, собственно, поговорить о литературе, о Бахтине в соотнесении с Михаилом Михайловичем Пришвином Который свои философские тексты опосредовал, безусловно, архитектоникой ответственности Бахтина О том, что Михаил Бахтин, Михаил Пришвин Имеет эту внутреннюю какую-то связь очень тесную Ну, некоторые исследователи уже говорили Но когда читаешь дневники Пришвина В последнее время очень активная, издающаяся Абсолютно оказываешься уверен в этом диалоге В котором пребывали два земляка И два человека, существующих в одном хронотобе В одном месте и в одном времени Так вот, и Михаил Михайлович Бахтин, и Михаил Михайлович Пришвин Абсолютно тески Они существовали в эпоху, когда все неудержимо стремились к обобщению К обобщению, как говорит Пришвин, жизненных единиц И один и другой этого обобщения абсолютно не принимали И Михаил Михайлович в одном из своих дневников замечает «Я стою и стоял на основании неповторяемости и незаменяемости жизненных единиц Это моя тема» Вот его темой была неповторяемость и незаменяемость жизненных единиц И в этой связи он призывал каждого обращаться внутрь Не только для того, чтобы себя разглядывать Но и обнаруживать внутри там у себя Какие-то мелочи, кажущиеся, может быть, сначала чужими и посторонними Но вот эти мелочи, которые имеют проекцию, вовне Изнутри, вовне и извне в себя Вот эта позиция Пришвина, которую он, позаимствовав у Бахтина, термин Называет участным переживанием, участным мышлением То есть и Пришвин, и Бахтин, они, собственно, совершенно никак не соглядаты в жизни Это позиция соглядатая, которая была очень свойственна Набокову Абсолютно чужда Пришвину Ему необходимо участно пережить каждое явление Которое оказывается встречено им в жизни Хотя эту позицию Пришвина очень долго не принимали И его человекоцентризм оказался замечен только, пожалуй, в середине 90-х годов До этого Пришвин упорно титуловался природоведом И за вот этой природоведческой его парадигмой Его средоточение на человеке исследователями мало угадывалось Ну, а что касается «Кладовое солнце» — это вот один из интереснейших философских текстов, которые сегодня требуют, наверное, пристального рассмотрения Еще и поскольку «Кладовое солнце» — это школьная программа наших детей И, по моему взгляду на эту повесть, надсказываю повесть пристальной, наверное, особенно важен Способ бытия человека в мире деляется предельным смыслом в этой повести Об этом говорит сам Пришвин Драматический конфликт «Я-другой» складывается внутри образующегося поле лога В котором участники становятся абсолютно все И маленькие герои повести Настя Митраша И природа, которая представляется Пришвином как сущность глубоко личная Звучащая разными голосами И собака-травка, и даже старик Антипыч, который вступает в диалог с Настей Митрашей Уже в контексте большого времени Ибо к моменту, когда развиваются события, Антипыч уже умер, его нет И тем не менее он с ними говорит «Мир, цитирую Пришвина, приобретает личностные черты, которые узнаются только человеком-творцом И вот дальше снова абсолютное пересечение в мысли, в такое ощущение, что Михаил Михайлович Пришвин и Михаил Михайлович Бахтин Говорят в одно и то же время об одном и том же Пришвин пишет о восприятии мира как открытого места Тут то же самое, почти то же самое говорит Бахтин И вот тут Пришвин опирается на позицию Бахтина Человек всегда в точке выхода, в то же время не имеет аллили И в этом один и другой приближаются к христианскому постулату Всеобщей вины и всеобщей ответственности Конфликт, о котором идет речь, драматический конфликт к лодовой солнцу Завязывается с распри, которое придается катастрофическое замечание Настя и Митраша отправляются на поиски клюквенной палестинки И здесь это особая тема, явный отсыл к сакральной библейской семантике Очень интересно, самый образ палестинки разрабатывается Пришвин Они оказываются на разных тропинках в болоте Продолжая принципиально важное для писателя движение к небывалому Вначале, вот в тот момент, когда они стоят еще на распутье Они еще носители света и чистоты детства И в этом мире детства есть место, равное человеку и корове, и козе, и лошади, и собаке, и даже золотому петуху Даже портретное описание детей здесь подчинены этой светоносной идее Настя напоминает золотую курочку на высоких ножках Волосы у нее отливают золотом Веснушки по всему лицу крупные, как золотые монетки Только один носик был чистенький и глядел вверх попугайчиком Митраж, который прозван мужичком в мешочке Коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий И тоже весь в золотых веснушках Солнечная символика пронизывает всю художественную ткань Сказки были Сопрягаясь с этими образами золотой курочки И мужичка в мешочке в золотых веснушках И резко контрастирует с кроваво-красным вызовом Вот той клюквенной палестинки, которой стримятся дети Этот путь к кроваво-красному, к кроваво-красному Дорога смерти, открывающаяся через блудово болото Еще один символ, который очень интересно трактуется пришлина И вот возможность увидеть в этом слепом, всасывающем, гибельном болоте Кладовую солнца Дети получают только преодолев сильнейшую жажду самоутверждения Природа, как я уже сказала, являющаяся отдельным участником этого диалога Чутко следит за движениями людей Она отдельный герой Все произведения пришлина Природа следит за ее духовной стрелкой Которая колеблется из стороны в сторону И вот в ссоре ребят предшествует несколько эпизодов Которые настраивают читателей Настраивают нас на то, что далее произойдет Произойдет глобальная катастрофа Разъединения, разделения Когда все перестают слышать друг друга Сначала описывается в подробностях драка Атакующих петухов Затем солнце, только что горячее и чистое Пересекается холодной синей стрелкой Рвет с силой ветер И надрывно стонет потревоженная сосна Золотая корочка затирает спор С мужичком в мешочке Досадует Она меняет свой цвет Меняет золото на гневный красный кумач И вот в этой надвинувшейся серой хмаре Летят по воздуху радужные порышки Все изменилось Мир изменился Удаляясь от всеобщего Удаляясь от мира Насте и Митраша Обрекают смерти не только себя Они обрекают смерти Все мироздание, которое отзывается на весть О конце Сугубо болью и страданием Из этой истории забвения родства И предательства дружбы Проиллюстрирована пришвенным картиной Жестокой борьбы двух деревьев Вечно терзающих друг друга Их корни с малолетства сблились Их стволы тянулись вверх рядом к свету Стараясь обогнать друг друга Деревья разных пород ужасно боролись Между собой корнями запитания Сучьими за воздух и свет Поднимаясь все выше толстей стволами Они впивались сухими сучьями В живые стволы и местами насквозь Прокололи друг друга Злой ветер, устроив деревьям Такую несчастную жизнь Прилетал сюда иногда покачать их И тогда деревья стонали и выли На все плодово болото Как живые существа Ну, более того, деревья, которые здесь Изображены пришвином Это ель и сосна В народной эстетике, да В мифологии Это фактически антитеза жизни-смерть Наоборот, смерть-жизнь Но не будем в это углубляться Здесь важен сам момент противостояния Это распри, который затевается человеком И входит расколом, смертью в мир Конечно, дети не сразу теряют способность Слышать мир Поначалу этот путь в плодово болото Пролегает через так называемую Звонкую барину Звонкая барина охотно открыла детям Свою широкую просеку Сплошь покрытую яркой зеленью брусничной травы И ароматными весенними цветами Настя Митраша Шествует через эту звонкую барину Пока еще очень смело Сопровождает свой путь Живой болтовней Все звучит Но очень скоро мы понимаем Что это не просто праздник Это детский разговор Это подсознательное настраивание Глаза, уха, души, наконец На волну готовящегося к встрече Рассвета мира Здесь и птичьи песни, и крики зверяков И вой, вся живая тварь Сливается в общем хоре Старается выговорить Единое прекрасное слово Которое понятно человеку Говоря птичьими голосами Пришвим Все же делает главным Слово человеческое То, которое поняли дети Мы, охотники Давно с детства своего Слышим эти звуки И знаем их И различаем И радуемся И хорошо понимаем Над каким словом Все они трудятся И не могут сказать Вот почему мы, когда придем В лес на рассвете И услышим Так и скажем им Как людям это слово Здравствуйте И как будто они Тогда тоже обрадуются Как будто тогда Они тоже все подхватят Чудесное слово Слетевшее с языка Человеческого С торжеством единения Кульминацией Диалога человека и мира Становится В финале этого рассветного утра Журавлиный крик Который возвещает Победу света И восход солнца Хронотоп Как пространство и время Как по-бахтински Эстетически осмысленная Существенная взаимосвязь Временных и пространственных единиц Исчезает вместе С расчеловечивающимися людьми Хронотоп звучит голосами Он принципиально Не может быть монологическим И вот остановившийся взгляд Который фиксирует Одну единственную точку Изображенный Бахтиным Здесь потом Уметражем этот взгляд Замечаем Пришли нам здесь Теряет возможность Существовать внутри Многомерного мира Все мгновенно меняется Мы помним Что в понимании Бахтина Перестать быть Это значит Перестать участвовать в диалоге Быть Значит общаться диалогически Когда диалог кончается Все кончается И вот мысль Об искажающемся Хронотопе Подтверждается Очередным указанием Пришлина На пересечении Детьми некой границы Между реальным пространством И иным Можно сказать Сказочным Которое обозначено Здесь присутствием Лежачего камня Причем Лежачий камень Пришли Пишут с большой буквы Что тоже важно Означение этого символа Допустим Подробно писала Боровская Которая исследовала Христианский символ В целом Христианский смысл Кладовой солнца Здесь Важно подчеркнуть Что герой У лежачего камня Как водится в сказке Должен выбрать Дальнейший путь Который ведет К испытаниям Потерям Но и обойтись Без этого выбора Совершенно невозможно В контексте Кладовой солнца Этот путь Понимается Как сюжет мистерии Нисхождение героев А затем Восхождение Спуск вниз В буквальном смысле Они спускаются К лежачему камню Отсутствие солнечного света У блудового болота Мрак без звуча В котором раздается Только волчий Безрадостный бой Все это Помимо Пейзажной зарисовки Имеет И символический смысл Исхождение Героя мистерии Этот путь Понимается Одновременно И в фольклорной традиции Как Путь инициации Он приводит героя К рождению В новом качестве Известно Что герои Сказки Уходят из дома Чтобы обязательно Вернуться снова домой Но возвращаются Уже иными Блудового болота Понимается в этом контексте Как раз Как это Иное царство Герои входят в него И не могут Покинуть его границ До определенного времени Пути Насти и Метраши По сути Становятся Иллюстрацией К бахтинскому постулату Пока человек жив Он живет тем Что еще не завершен Еще не сказал Своё последнее слово Обезличенные дети Как сказал бы Бахтин Бессубъект Да Они демонстрируют Возможность Найти свою точку выхода Вернуть лицо Путь Здесь Особенно важно Выглядит Положение философа Подчеркивающее Условия Подлинности Человеческой личности При котором Не совпадая С самим собой Человек выходит За пределы всего Чем он является В рамках Вечного Бытия Настя Изображается В момент своего Максимального Падения Именно как Вещь Распластавшаяся На кровавой Палестинке Метраша Мертвец С тусклыми глазами Лось Появляющаяся Здесь Идущая Рядом с девочкой Не распознает В ней человека Он смотрит На нее Спокойно Как на Всякую Ползущую Тварь Ничего не Видя Кроме Клюквы Ползет Она И ползет К большому Черному Пню Еле Передвигая За собой Большую Корзину Вся Мокрая И грязная Прежняя Золотая Корочка На высоких Ногах Далее Писатель Усиливает Впечатление Отсутствие Человека Сравнивая Настю С бездушным Камнем Митраша Тоже Погружен В этот момент В болотную Тресину И В какую-то Минуту Он Ощущается Всего лишь Как добыча Жадных Сорок Встречаясь С его Тусклыми Мертвыми Глазами Травка Собака Антипыча Не сразу Узнает В нем Человека И Змея И лось И собака Движением К человеку Это Конечно Еще Фраза Звучащая Без христианского Комментария Достоевского Но Тем не менее Концепция Всеединства Она Включает В себя Некое Бога Природа Человеческое Пространство Это где-то На стыке Языческих И христианских Стремлений Пришли Так вот Сильный Порыв Ветра Колеблит Толстое Облако Как Включается Этот Механизм Всеединого Облако Только что Поглотило Солнце Но Светило Успевает Выбросить На землю Золотые Ножки Своего Трона Разбуженный Солнцем Поет Дрозд Несмело Вступает Касач Таковик И Журавли Кричат Будто Почуяв Близкую Гибель Человека Спите Но Помните Мы вас Всех Скоро Разбудим 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 И Наконец Апофеозом Этого Включения Мира Почувствовавшим Возможную Гибель И Невозможную Гибель Человека Становится Подлинная Встреча Травки С Хозяином Как Говорит Пришли Травка Наконец Узнает В Маленьком Метраше Все Человека Антипыча Пришлин Увлекался Идеями Николая Федорова И Он Заставляет Говорит Через Время В Большом Времени Ушедшего Антипыча И Вот Охотник Пришлин Адепт Идеи Бога Природы Человечества Дает Возможность Услышать Слово Антипыча Собаке Травки Провозглашает Это Слово Каждый Сознающий Себя Через Другого Человека Утверждая В кавычках Цитирую Пришли Правду Вековечной Суровой Борьбы Людей За Любовь Интересно Что Митраша Когда Видит Травку Устремившую На него Свой взгляд И Ищет В Проблесках Исчезающего Сознания Слово Которое Должно Быть Произнесено Загорается Огнем Жизни Не потому Что у него Появляется Надежда Спастись А потому Что он Находит Это Слово Он Произносит Имя Сначала Затравка Затравка Он Произносит Имя То есть В центр Спасения Человека Возвращения Человека В человека В центре Полагается Слово 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 Как мир Слово Как Причина Творения И так Чтобы Найти Подлинного Себя Человек Пришвина Как и Субъект Бахтина Должен Оттолкнуться От другого Драматический Конфликт Я Другой Который Символически Изображается Писателем Уводит Настю И метраж Разными Путями Но Эти пути Есть Возможность Поиска Собственной Правды Через Через Возвращение К Диалог Бахтин Рассматривает Позицию Напряженной Вне Находимости По отношению К другому Противостояние Я и Другого Как Обязательное Условие Отверждения Субъективности Диалога Удивительно Совпадают Бахтин и Пришвин В финальном Выводе Относительно Последней Задачи Такого Бесконечно Становящегося Диалога